Розалия Землячка Но у нас на всех лгали, вот вы слышали про фальшивые документы, на Ленина, на Сталина, но чтобы вот так на какого-то человека, то есть на черное говорили белое, и наоборот на белое, что черное, ну ни один человек не удостоился. Я помню, еще несколько лет назад смотрел документальный фильм, по-моему, про Вдюка, где он... Ленинградский документалист такой, с большим портфолио. Которому надо бы изменить фамилию чуть-чуть. Александр Иванович, можете немножечко микрофон поближе к губам? А вот там, значит, мало того, что расписывались всякие зверства, которым она не имела отношения, но было еще сказано вначале, что если среди большевиков были еще более-менее какие-то симпатичные большевички, типа Елены Размирович, то это еще и вдобавок страшная уродина. Ну, если просто посмотреть ее фотографии, у нее, к сожалению, мало юношеских фотографий, где она молодая, у нее как-то вот пара фотографий, где она молодая, одна фотография во время войны, очень редкая, которая крайне редко приводится, и несколько фотографий, когда она уже пожилая. Ну, естественно, приводят эти пожилых, причем фотографии отретушированы, ну вот явно отретушированы, видно, чтобы исковеркать ее внешность. И надо сказать, что вообще вот ее биография – это пример того, каким должен быть большевик. Вот она настоящий стопроцентный большевик-ленинец. Да, вот я думаю, что даже вот второго такого твердого, упертого и железного человека в партии большевиков трудно найти. То есть даже Сталин нет. Ну, Сталин, он все-таки вождь, а она всегда была бойцом Ленинской гвардии, что называется. Вот на самом деле вот эти все глупые стереотипы, вот типа бойцы Ленинской гвардии, они, конечно, к реальной жизни имеют относительное отношение. Если посмотреть, с кем она начинала свою подпольную деятельность, борьбу, с кем она входила в ЦК уже в 1904 году, подавляющее большинство этих мужчин и женщин, они к 1917 году уже большевиками не являлись. То есть из 30 тысяч большевиков, которые были во время Первой Русской революции, я уже много раз об этом говорил, к 1917 году осталось 3 тысячи. Партия сократилась в 10 раз. Причем, вы сами понимаете, что эти 3 тысячи, это не обязательно из тех 30 тысяч. Наоборот, большинство из них это пришедшие в годы Первой мировой войны работяги, просто рабочие заводов. Вот она никогда, несмотря ни на болезни, ни на смотря там тюремные заключения, опасности, несмотря ни на что, не прекращала свои борьбы. Причем, понятно, почему ее ненавидят. Две причины в основном, ну три, первая причина, она еврейка. Значит, ну понятно, что для наших черносотенцев это красная тряпка для быка. Я правильно, извините, я пока не забыл, я правильно понимаю, что уже белая пропаганда педалировала еврейское происхождение? Педалировала, да. Значит, поэтому она и взяла фамилию Самойлова, когда была в Круму, значит, ну это от отчества. Она дочь купца Первой гильдии, да. С 17 лет участник революционных кружков. Кстати, у нее немножко, как у всех большевиков, в советское время фальсифицированная биография. Она начинала в народовольческих кружках, была членом даже Киевской организации социалистов-революционеров. И только потом, во время первой тюремной своей отсидки, она перешла на позиции марксистов. И, кстати, там познакомилась с женихом, в тюрьме она вышла замуж. Кстати, они явно оба были крещеные, потому что в церкви, значит, и прожили они с ним год. В ссылке он покончил с собой. Он был, кстати, лидером Киевской организации социал-демократов. Этот парень, его фамилия Берлин. О нем практически ничего не известно. А когда они были во второй уже отсидке в тюрьме, там она всего 2-3 недели была на свободе. И, кстати, посадили ее, и там очень большую группу, среди которых был академик Торлея, Луначарский, за то, что они собрались прослушать доклад Луначарского Генрик Ипсен как гуманист. Сейчас, наверное, уже присутствующий, не знаю, кто такой Генрик Ипсен. Вы знаете, кто такой Генрик Ипсен? Вот зрители цифровой истории всегда знают, кто такой Генрик Ипсен. И вот была громкая очень история, когда они объявили голодовку из-за того, что им не давали там встречаться, ну, молодоженам в конторе. Не то, что там какие-то, нет, просто встречаться, что-то говорить. И там 25 человек присоединились к этой голодовке. Это была очень длительная голодовка. Там около месяца голодали, с испорченным здоровьем, с насильственным кормом. То есть такая громкая история. Больше в ее жизни громких таких историй не было, если не считать вот этой крымской эпопеи. Вторая причина – это, конечно, вот эта крымская эпопея. Ну, можно 10 передачи. Надо пояснить, может быть, люди не знают, что такое крымская эпопея. Когда освободили Крым в конце 20-го года, она два месяца была руководителем партийной организации Крыма. Вообще везде пишут, что была тройка – Пятаков, Землячка и Балакун. На самом деле это неправда. Пятаков вообще был в Москве. В это время он был начальником регистрационного управления штаба, то есть то, что сейчас называется ГРУ. Как раз в это время он был в Москве начальником ГРУ. Там 2-3 месяца. То есть его вообще в Крыму не было. Землячка в ревком не входила. Есть ее письмо Кристинскому, всякий может прочитать, оно опубликовано, в интернете есть. Где она перечисляет, кто входит в партийный комитет, который она возглавляет, и кто входит в ревком. Она в ревком не входит. Что интересно? Что в это время, кто вообще, ну об этом терроре, причинах у нас времени не хватит говорить. Я скажу лишь только, что уже давно доказано, что цифры страшно фальсифицированы. Даже историки, ну скажем так, не красные, а более-менее, так сказать, объективные, они признают сейчас цифру в 12-14 тысяч человек, расстрелянных в Крыму. Значит, ну это совсем не 120 и не 150, которые фигурируют в Википедии и в других изданиях. Мельгунов бросил. Мельгунов бросил, да. Кстати, Бурцев, что интересно, назвал реальную цифру. А вот Мельгунов, ну Солженицын. Кстати, вот Мельгуновская книга «Красный террор России», изданная в 23-м году, моментально была переделена на более чем 20 языков и в течение нескольких месяцев издана по всему миру. Это первый архипелаг ГУЛАГ. И представьте себе, сколько он заработал на ней. И вот эта книга, она напичкана огромным, колоссальным количеством вранья. Ну в частности, например, это тоже хрестоматийный пример, везде про землячку пишут, это что в известиях временного там Севастопольской газеты, временного там Ревкома опубликовано количество расстрельных. Эта газета в 20-м году не выходила. Она выходила в 17-м, в 18-м, в 20-м оно называлось совсем иначе. То есть такой газеты просто не было. Соответственно, не было этих публикаций. Ну, откуда мы знаем эту цифру 12 тысяч? Есть приказ Евдокимова, который возглавлял управление особых отделов в Крыму. Там было несколько, там в чем? Там скопилась масса особистов, нескольких армий, дивизий, корпусов. И им, видно, не особенно было чем заняться, они начали вот эту публику всю шерстить. Большинство расстрелянных, конечно, офицеры, большинство. Но среди них есть какие-то там полицейские, судьи, помещики. То есть довольно есть военврачи, к сожалению. То есть, безусловно, это такая мрачная страница. Но землячка не имела к этому отношения ни по должности, и нет ни одного факта, где бы говорилось, что она вот призывала к этому. Она одобряла красный террор, безусловно. Но его одобряли и другие члены, которых, руководство партийного и Ревкома. Например, Дмитрий Ильич Ульянов, который считался либералом, который всех отмазывал, когда к нему приходили, брат Ленина. Или, например, Гавин, который всю дорогу возглавлял крымских большевиков. То есть, они были либералы, и они входили точно так же, как и Кун, и землячка, в эти органы. То есть, там не было какого-то зверского органа, где было Кун и землячка. Абсолютно не было. И еще раз говорю, всего два месяца и десять дней она была в Крыму. В основном... Да, извините, пожалуйста, Александр Иванович, а вот такой вопрос. Она точно понимала, вот по роду своей деятельности, она точно понимала масштабы террора? Или она все-таки занималась настолько другим, что могла и не понимать их? Она, я думаю, точно понимала и понимала необходимость этого террора. Дело в том, что у нас ведь про террор пишут, но какое количество банд было в крымских горах. Ведь Крым, если кто был, он не приспособлен особо для партизанских действий. Это не Белоруссия. Но там было колоссальное количество банд. Вот от восьми до десяти тысяч боевиков единовременно в двадцать первом году находилось на горах. Они нападали, убивали довольно крупных представителей советской власти, командиров, военкомов и так далее. А в основном они грабили, что было особенно тяжело, так как, вы знаете, Врангель вывез продовольствие все, пожег, что не смог вывезти. И там из-за неурожая начался голод. Этот голод тоже списывают на большевиков. Врангелю никто ничего не говори. Врангель святой. Это, в отличие от Колчака, Деникина, это самый умный, самый благородный, мама не горюй, белый и пушистый. И вот эти банды, безусловно, они пользовались поддержкой населения. Потому что партизаны без поддержки населения не могут существовать. И продолжался политический бандитизм, ну и уголовный, конечно, в Крыму до двадцать пятого года. В том же двадцать пятом году угнали несколько офицеров из подпольной организации, взорвали, ой, извиняюсь, взорвали в Севастополе, взорвали в Севастополе склад с боеприпасами и угнали самое быстроходное судно, которое было там в Крыму в это время, угнали в Болгарию. В этом же, до этого, в двадцать четвертом году была попытка пароход угнать, она, правда, провалилась. В двадцать втором году несколько десантов высадилось, то есть высаживались десанты. Но самое главное, почему красный террор? Никто не думал, что они уехали и все. Их ведь не распустили врангелевцев. Вопреки всем международным нормам, они сохранили оружие, сохранили боеспособность. И в Константинополе стояли на кораблях двести тысяч войск Антанты. И Антанта шантажировала большевиков тем, что вернули, ну представьте себе, страна в разрухе, да, такие жертвы. И тут возвращается не только этот врангель со своими там пятьюдесяти тысячами штыков, с ними еще и двести тысяч штыков Антанты. То есть вот эта опасность того, что они вернутся, она, конечно, большевиков очень нервировала. Ну понятно, не в один Крым, в Одессу, там, других, Николаев, то есть высадятся по всему побережью. И вот, кроме того, ведь многие-то были оставлены офицеры, как это всегда белые делали. Они всегда это делали. Вот, например, знаменитый Вешенский мятеж. Вот казаки восстали, но никто не говорит о том, что там были оставлены денекинские офицеры и проводили работу. То же самое было в Крыму. Поэтому вот это количество расстрелянных, оно, конечно, ужасная трагедия. Но это была необходимость того времени в понимании большевиков. И, кроме того, вот эти все особисты, они же не были звери от рождения. Они просто видели, что до этого в Крыму творилось при Врангеле. Вот кто был в Крыму, знает, что в каждом городе есть памятник жертвам белого террора. В каждом городе, в каждом большом поселке. Я посчитал по этим одним только памятникам. А это памятники руководителям подполья. Это не памятники расстрелянным красноармеецам, пленным, расстрелянным крестьянам во время аграрных беспорядков. Это только памятники подпольщикам, ну, там, членам комитетов и так далее. Их там около 800-900 человек. А сколько расстреляли солдат, никто не знает. Потому что их не считали. Вот красные считали, ну, не считали, а проводили, типа, следствия там, опроса какая-то судебная. Ну, конечно, ускоренная, понятно, профанация, но все равно процедура. И нашли, и там эти люди записаны. Шмелев нашел таки своего сына. А этих-то крестьянских парней расстреливали как скот партизан, которые там из Каменолова были, 3000 человек. Их расстреляли просто как скот. И никто не записывал имен, ну, мы знаем просто фамилии командиров. И вот в этом принципиальная разница. И, конечно, после того, что сделали белые, конечно, было желание расквитаться. Поэтому, ну, опять же, землячка меньше всего имеет к этому отношение. Кто автор этого? Это Манцев, который руководил особыми отделами двух фронтов. Сменивший ударной группой в Крыму, вот действовала ударная группа. Значит, Евдокимов, значит, Каминский, там, Воронцов, Быстрых. Ну, к сожалению большому, среди них мало, практически очень мало евреев. Очень вот такое большое несчастье. Александр Иванович шутит, на всякий случай я уточняю. Это шутка, да. И как-то неудобно сваливать все на людей с фамилиями Евдокимов, Манцев, да, и простые русские парни. И, конечно, вот появляется Белла Кун, появляется землячка как главные, значит, мастера убийства русских людей. Давайте, можно я коротенькую ремарку? Дело в том, что, ну, одной из главных идеологий Белого движения, там, в 19-м, 20-м году и впоследствии в эмиграции было то, что они, это русская национальная армия, а противостоят им какие-то, ну, не русские, да, противостоят им как какие-то захватчики-иноземцы, да. И поэтому приобретает такое огромное влияние мифологема о том, что все красные отряды состояли либо из китайцев, либо из латышей, но на худой конец из венгров и немцев. Вот, ну, и, конечно же, евреи над всем этим властвуют. То есть идеологема о жидобольшевизме, на самом деле, ее не нацисты придумали, а она во многом, так сказать, культивировалась и в среде Белого движения тоже, вы согласны, да, с собой? Вот, и, собственно, Розалия Землячка, она потому и была выбрана лицом этого крымского террора, потому что она полностью соответствовала этой идеологии. Да, и более того, именно наши белогвардейцы побросили эту идею нацистам. Есть про это целая книга Уолтера Ликера о влиянии русского белогвардейского антисемитизма на нацистский. И у Бурцева вот этого, я упомянул уже, есть книга о антисемитизме в белом движении. И был суд в Швейцарии, ну, это большая история. Значит, и третья причина, про которую ее страшно ненавидели. Значит, после войны, а, да, она во время войны возглавляла политоотдел северодвинской бригады, которая с англичанами в Котловском направлении боролась, это было очень важно. Это пермская катастрофа, то есть она, ее бросали всегда на прорыв, да, вот где-то что-то не так. Это было еще вот с начала века, когда Ленин ее использовал как агента Искры, она объезжала огромное количество городов. Представляете, маленькая, худенькая, невысокая девушка, да, она перед четвертым съездом объездила 15 губернских центров, провела три областные конференции, одна, да, есть письмо Ленина, что мы без вас ничего не делаем, да. И вот она продолжала это и в Гражданскую войну, потом она была начальником политоотделов двух армий последовательно, она первая женщина, получившая боевой орден в Красной армии. И после войны она руководит за Москворецким, ну, это самый большой по количеству заводов и рабочих районом Москвы, потом ее отправляют, тоже опять очень неприятная история была, в Перми там от Авелихи старые большевики, рабочие оказались сторонниками рабочей оппозиции. Вот известный такой Мясников был, и, ну, как они рабочие были, да, и с ними было как-то трудно разбираться, потому что не инженеры, не дворяне, ничего. Вот ее послали, и она, и там ей, кстати, сейчас доска, и улица в центре, и уже 30 лет местные эти дятлы, они пытаются переименовать улицу и снять доску. Ну, это, к счастью, вот что интересно, ничего у них не получается. И потом, с 26-го года она работает на руководящих должностях, то, что сейчас называется счетная палата. Это называлось РКИ, создатель этого дела Сталин. Там работали очень крупные большевики, там Куйбышев, Арджиникидзе. Она всю дорогу была заместителем. И бросали на те отрасли, ну, например, на транспорт. Вот в начале 30-х годов с Кагановичем, а не транспортом. Ну, вы знаете, мы до сих пор должны быть благодарны Лазарю Моисеевичу за шикарные железнодорожные пути, которые при нем проложили, и дороги. Чего, кстати, не произошло в Польше Пилсудского. Не произошло. Не было там Лазаря Моисеевича. Да, не было Лазаря Моисеевича. Они у них сидели в Березе-Картузской, в лагере Лазаря Моисеевича. Значит, и вот она как бы боролась со взяточничеством, с бюрократизмом. То есть ее основная как бы задача в этих органах была борьба с чиновничеством. Ну, не так таковым, а с негативными проявлениями. Особенно с бюрократизмом, головотяпством, взяточностью и так далее. Она, например, придумала подсылку таких обследователей. То есть среди рабочих набирали, среди комсомольцев, в женотделах и так далее. То есть человек приходил под видом какого-то просителя и проверял. Долго вопрос решается, недолго. То есть помимо жалоб, которые она рассматривала, она возглавляла там бюро жалоб, еще и специально подсылали людей, чтобы они проверяли, берут ли взятки, долго ли. То есть сейчас даже, честно говоря, трудно себе представить. И этих бюрократов, которых ловили, их публично судили. Это снимали на камеру и показывали перед фильмами в кинотеатрах. Она вот зачастую руководила этими судами. И там вот люди вставали, говорили, вот взятку просил, вот дело затянул на два года, можно было за пять минут решить и так далее. То есть ее вот этот слой советской бюрократии ненавидел. Есть известное стихотворение Демьяна Бедного, она там называется «Момента моря». То есть они ее просто ненавидели. Она им не давала развернуться, как вот они развернулись сейчас. То есть она была хуже Навального, потому что Навальный просто снимает. А она еще могла с ними расправиться, чего Навальный не может и не делает те, кому положено. Поэтому вот три причины, почему эту женщину ненавидели. Значит, фактически с 1938 года она руководит этой работой всей. Она называлась уже в это время не РКИ, а комиссия советского контроля. С 1939 года она становится заместителем председателя Совета Министров. Сначала Молотова, а потом Сталина. То есть это самая крупная женщина, достигшая наибольших высот в советском руководстве. Заместитель председателя Совета Министров. В Сталинском. Да, в Сталинское время, конечно. И с 1943 года она заместитель комиссии партийного контроля. То есть это контроль членов партии. Одновременно она занимает массу других должностей. Она входила в ЦК, в ЦКК, была депутатом Верховного Совета, была членом редакции, там еще во время войны создали редколлегию по написанию историю Великой Отечественной войны. То есть рабочие, простые, что называется, простые люди, конечно, ее очень любили и обожали. Про нее ходили легенды. И, конечно, это рабочие, молодежь. Ее, например, очень любил Фадеев, считал своей второй матерью, да, там и писал про Николаевну. Ее очень любил Папанин, который тоже ее обожал. Прекрасные воспоминания от нее ставил маршал связи Пересыпкин. То есть вот все воспоминания людей, которые вот с ней сталкивались, они исключительно положительные. А на чем строится вот эта вся байда? Значит, у нее в подполье было множество кличек. Валерия, Анна Ивановна, Аня, тетя Аня, Осипов. На втором съезде она была, она, кстати, участник и организатор второго съезда партии, где возник большевизм. Например, под фамилией Осипов. Да, значит, и среди прочих была кличка Демон. Почему? Потому что она очень жестко боролась не только с меньшевиками, но и с так называемыми примиренцами. Типа Красина, Крыжановского, Дубровинского и так далее. Которые выступали, что надо с меньшевиками, там, нас и так мало силы, небольшие, надо объединиться, то есть все. Вот она очень сильно, и даже вышла из ЦК, когда примиренцы стали в нем большинстве. И вот за эту твердость в борьбе против всех этих оппортунистов, она и пользовалась вот такой репутацией крайне агрессивного человека. Вот отсюда, очевидно, я так предполагаю, это кличка Демон. Надо сказать, что у ней вся семья, в общем, была. Брат у нее был народоволец, очень такая крупная фигура. Фамилия ее при рождении Залкин, вот Леонид Залкин. Ее старшая сестра Мария Цейтлина была тоже старая большевичка с 1901 года. Она была врач. Да, пишут, что она нигде не работала. Это неправда. Она училась на медицинском факультете Леонского университета, ну, не доучилась, но во время войны она вернулась. Кстати, очень мало ведь, кто вернулись из эмиграции до 1917 года. Она была одна из немногих, кто дважды приезжала. Она приезжала в 11-12 году, значит, и, кстати, это ее поездка абсолютно до сих пор, мы не знаем, что она тут делала. И приехала в 15-м году и входила в Московское областное бюро партии. Одновременно она преподавала на причистинских курсах для рабочих. Это были бесплатные курсы, где рабочие там учились, и там очень много уважаемых людей, кстати, преподавала. А чем был объяснен ее возврат в 15-м году? Послали восстанавливать московскую партизацию. Постоянно же были провалы, огромное количество провокаторов. Например, с ней был такой случай, по-моему, в 1902 году, когда провокатор ей подарил очень яркий шарф и очень яркую сумку. Она подумала и не взяла их с собой. А потом, когда приехала в Россию, на вокзале выяснилось, что по этим вещам ищут для ареста людей. То есть она, конечно, сидела четыре раза, но очень гораздо большее количество раз она уходила от ареста. Вот в последний момент меняла внешность. Она могла... Да, самое интересное было, в Сущевском полицейском участке она была арестована. И там был день приемный. И ей принесли одежду барыне, там, большую шляпу. Она переоделась с наглой физиономией, прошла мимо всех охранников и вышла на улицу. Только на следующий день обнаружили, что она сбежала. При этом, что интересно, за день до этого в соседнем корпусе был коллективный побег мужчин. И охрану из-за этого побега резко усилили. И, тем не менее, она вот так одна смогла выйти и сбежать. То есть это была такая маленькая, еще раз скажу, худенькая. Ходила в пенсне, никогда не пользовалась... Ну, когда надо, пользовалась косметикой. Ходила всегда обычно... Она еще до революции ходила в кожаной черной куртке, в черной юбке. То есть в то же время просто невиданная сила воли. Невиданная. То есть уже когда люди, с которыми она начинала... Вот у нас это тоже в советское время, к сожалению, историю партии фальсифицировали сильно. Подавляющее большинство с теми, с кем Ленин начинал, подавляющее большинство, они к 1917 году не являлись большевиками. И из них больше половины так и не стали. Некоторые вернулись, как Красин, допустим, а некоторые больше не становились большевиками. И вот она одна из немногих, кто, рискуя свободой, благополучием, будучи, кстати говоря, дочкой купца первой гильдии, у которого был самый большой галантерийный магазин в Киеве. Кстати говоря, в Крыму их с Беллакуном заменил Поляков такой, Михаил. Тоже сын купца первой гильдии. И его отец был самый богатый человек Екатеринбурга. И этот Поляков тоже был с детства революционер, большевик. Тоже такой же. То есть это такой феномен, на который я хотел бы обратить внимание. Вот здесь упоминался Адольф Иоффе, сын одного из самых богатых людей Крыма, который контролировал в Крыму весь транспорт и имел еще доходные дома. Значит, ЗАГС Гладнев, это главный редактор Ленинградской правды, а до этого один из создателей Компартии Германии, тоже сын купца. Его отец дал деньги на большевистское издательство «Прибой». То есть таких людей было не одна-одна. Я это к чему? Что вот, к сожалению, сейчас мы видим мало, к сожалению, таких людей, у которых жизнь как вот стрела, да, вот как жизнь, как вот просто нацеленная стрела, которые прожили жизнь без единого темного пятна. Да, может быть, я возвращаюсь к этому Крыму, да, может быть, после того, как она год провоевала, но все-таки женщина. И мы знаем случаи, когда она останавливала бегущие части, когда она шла впереди солдат в атаку, да, вела. Это было и на севере с англичанами, это было и с деникинцами, да, то есть, казалось бы, начальник политотдела армии, да. Конечно, у нее была истрепованная нервная система, безусловно. И, возможно, там вот есть так называемое письмо Султана Галиева, который прислез, уже после, она уже год как уехала, он там на нее написал, что она там психическая и все такое. Но никто не прочитал это письмо от начала до конца. Вот это поразительно, да. Совершенно очевидна цель этого письма – опорочить всех не татар. Для того, чтобы татарские коммунисты, ну, кадры взяли Крым полностью под себя и в конце концов создали там Крымскую Татарскую Республику. Вот и все. То есть националистический уклон, на самом деле. За что он потом и был расстрелян, совершенно справедливо. Он, кстати говоря, поддерживал нелегальные связи с Турцией. И это доказанный факт. И, то есть, понимаете, насколько вот эти все вопросы сложные. Вот, например, сейчас этот Султан Ганиев национальный герой у нас там в Татарстане, там про него пишут, памятники ставят и так далее. Но когда вот у нас один очень крупный историк рассказывал про атомную бомбу, которую Ленин заложил под Советский Союз, да. Он даже не понимает, насколько трудно было сделать так, чтобы этой атомной бомбы под Советским Союзом не оказалось. Какая шла борьба между национальными вот этими лидерами местными, которые хотели отделиться, сепарироваться, убрать оттуда русских и так далее, и Москвой. Даже был специально целый пленум проведен по национальному вопросу, где одновременно был осужден шовинизм великодержавный со стороны русских большевиков и национал-уклонизм со стороны местных кадров. Но не только русских, это я неправильно. Там в каждой республике, допустим, были местные представители, которые выступали с позиции шовинистической, которых тоже осуждали за это. И эта борьба с этими национальными уклонами шла все 20-е годы. У нас писали о троцкизме, о правом уклоне, о право-левацком блоке, но вот про это борьбу с национальными уклонами никогда не писали. А это была одна из важнейших проблем 20-х годов. И сейчас вот многие непонимающие люди говорят, ну какие были вот дураки, зачем укранизацию провели? Гвоздь прибейте сначала, чтобы руку не повредить, потом рассуждайте на такие темы. Там невозможно было не проводить так называемую укранизацию. Это были очень сложные моменты, но это отдельная тема, я прошу прощения. Все время говорят мне про это, поэтому я увлекся. Хорошо, я пару вопросов тогда задам. Я правильно понял, что подписи Розалии «Землячки» нету ни под одним документом, обрекающим белых офицеров на смерть? Конечно нету и быть не может, поскольку она возглавляла партийную организацию всего 2 месяца 10 дней и занималась тем, что восстанавливала эти партийные организации, ведь крымское подполье несколько раз уничтожали, я уже сказал. И она, кстати, занималась, основная задача была превращение Крым в здравницу. С первого же дня это проводилось. Приехал этот Дмитрий Ильич. Он, кстати, был очень хороший такой у Ленина брат, но у него была пагубная привычка, он, значит, закладывал сильно, и на этой почве там у него были конфликты. Но он как раз вот создавал. Кстати, есть фильм очень хороший, позднесоветский, ну он такой немножко перестроечный уже, где показана и «Землячка», и главный герой вот этот Дмитрий Ильич. Называется «В Крыму не всегда лето». А, кстати, в сериале, который уже в 90-е годы, я не знаю, кто-нибудь смотрел, называется «Раскол», про раскол партии, да, там «Землячку» играет Метлицкая. Метлицкая, я не знаю, может быть, со мной кто-то не согласится, но я считаю, самая красивая актриса в России последних там 30 лет. К сожалению, рано ушедшей жизни. Она там играет «Землячку» к вопросу о том, что Правдюк, которому надо изменить немножко фамилию, сказал, что она была уродка, и там страшила, и от нее кони там бросались. Я вот, честно говоря, вот до сих пор нахожусь под впечатлением от этого заявления. Во-первых, кто-нибудь знает, как выглядит Правдюк? Мне интересно, это, наверное, «Писанный красавец». Что, вы знаете, да? Ну да, да, да. Да, «Вторая мировая день за днем», совершенно верно. Но я, например, не помню, как он выглядит, но, наверное, «Писанный красавец» абсолютно. Раз он про женщин, пусть даже и давно скончавшихся. Заурядно, да? Да, но она была вот просто посмотрите. Вот видите, какая вы воспитанная женщина. Заурядно выглядит. Знаете, есть такая, ну, когда находят похожих людей, вот Де Каприо и Ленин, да, вот ставят, потом Крупская. Крупская и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон, да. Ну, они действительно ужасно похожи. Посмотрите в интернете. Молодая, Крупская, очень похожая, очень красивая женщина. Да, и это, на мой взгляд, землячка была очень похожа на Оливию Уальт. Знаете, наверное, Оливию Уальт. Она такая же хрупкая была, невысокая и крайне резкая в движениях. То есть она энергичная была, такая деловая. Вот, на мой взгляд, она очень на нее похожа. У меня еще такой вопрос. Ведь, как известно, у Розалии из землячки была медаль за оборону Москвы. Да, да, да. То есть она, по сути, еще и фронтовичка. Ну, да, она, конечно, она же курировала несколько наркоматов. Кстати, один из наркоматов, который она проверяла во время войны, был наркомат военно-морского флота. И она там нашла, на заседании ГКО, она выступала и сказала, что вот есть какие-то такие недостатки. А нарком, я уже не помню, кто там был, вскочил и стал кричать, что там, ну, там, что вы понимаете, там, то есть все, разорался, разорался. Значит, не в себе был. И она встала и сказала, я уже очень старый человек. Когда я умру, меня, наверное, похоронят на Новодевичьем кладбище. А ее похоронили, кстати, в стене. А в Кремлевской стене. И я прошу, товарищи, значит, члены Политбюро, чтобы на моей могиле написали, чтобы вот этот человек сократил мою жизнь на пять лет. Она как раз лежит за Сталином. Когда показывают бюст Сталина, видна ее могила. Ну, справедливо, она же заместительница была. Ну, знаете, вот что меня больше всего вне... Не то, что она там бюрократов, это, конечно, хорошо. И не то, что она полидодела. Она крайне скромный человек. В жизни, вот куда она значит... Вот она же была членом ЦК еще в 904 году. Ну, казалось бы, могла бы претендовать. Нет. Вот как и Стасова, как и другие вот эти большевички старые, никуда не лезли, ни в какие интриги, ничего себе не просили, ни квартир, ничего. То есть вот абсолютная беззаветная вера в это дело и любовь к народу. Вот у нее любимое слово было «товарищи и массы». Товарищи и массы. Вот абсолютная вот вера в народ, в его силу, в то, что можно построить жизнь на лучших новых началах без войн, без эксплуатации, без насилия. Новый мир, о котором говорил Карл Макс. Вот с первого дня, вот как с 17 лет, вот абсолютно вся жизнь подчинена одной цели. Вот я считаю, что вот пример для современной молодежи. Сейчас таких людей очень мало. И последний вопрос у меня. Я правильно понимаю, что вся вот эта мифология, она была структурирована и изложена в работе Мельгунова «Красный террор», да? Он там, нет, он тоже коснулся, но он, например, там пишет, что ее в 23-м году, когда она уже в Перми была, поймали и убили бандиты. Вот эти зеленые, которые в горах были. Ну, понятно, что там и не было даже такого случая, чтобы какую-то крупную большевичку убили. Там убивали в основном мужчин, ну, только мужчин, да, то есть эти зеленые. Опять же, еще раз говорю, вот про этот «Красный террор» ленивый не знает. Ну, про 8-10 тысяч боевиков в крымских лесах об этом очень мало. Есть, конечно, даже Широкорад ставил свою книгу, но очень мало. Причем с ними было крайне сложно справиться, крайне сложно. Вплоть до того, что даже с какими-то подписывали соглашения о нейтралитете и так далее. То есть, вот выборочная история про расстрелы миллион, про реальную ситуацию ничего. Про угон корабля, о котором я рассказал, про высадки десантов. Самый большой десант, кстати, организовывал генерал Покровский. Это редкая просто по омерзительности фигура, да. С Кубани. Да. Но он сам не казак. Так, и эти, значит, чекисты, в Болгарии там работали очень крупные люди. Семен Фирин, такой Борис Иванов, крупный такой Герман Клесмет. То есть, там была очень такая ударная группировка, потому что боялись этого десанта именно из Болгарии. Они его там пристрелили при аресте. Значит, Покровского, но все равно в 22-м году высадилось несколько десантов только на территории Крыма. Почему об этом у нас не пишут, почему никто это не исследует, для меня вот загадка. Нет, при желании вы можете что-то найти. Например, Уренюк такой, его организация, полк Атаман Уренюк, он же Атаман Крюк, да, там. То есть, есть что-то, да, но это очень сложно найти. Уж по крайней мере, вот смотрите, в Википедии есть красный террор в Крыму, да, а белого террора нет. И еще раз скажу, самое постыдное, я считаю, это то, что вот эти все люди, которые пишут об этом, там, Соколов, там и прочее, да, они там все время вот увеличивают, увеличивают это количество жертв, расписывают во всех подробностях. Знаете, как Суворов сказал, да, а убитых турок пиши поболее, чего их бусурман жалеть. И вот, значит, они то же самое делают с этими несчастными белогвардейцами, да. Но нету статьи о белом терроре, и написать ее чудовищно трудно. Это надо ехать в Крым, садиться там в фонды крымского испарта, в Москве, тут не нашел, кстати говоря, в Рогаспе. И изучать эту тему, потому что были там какие-то карательные команды, помещики сами создавали, они убивали крестьян. Там были расстрелы казни рабочих, вот опять же говорю, расстрелы пленных солдат, партизан. То есть вот не то, что нету общей картины, даже вот по мелочам, даже нету книжки, где бы анализировалась вот репрессии против этих, ну, подпольщиков, членов комитета. Даже вот этого нету, хотя вроде бы памятники стоят во всех городах. И, кстати, хочу сказать, кто вот участвовали, среди тех, кто участвовал вот в этом красном терроре? Ну, Папанин, который был, значит, выдающийся наш полярник, да, он, кстати, землячка его и рекомендовала в ЧК, как честного человека и беспристрастного, да, у него в воспоминаниях описано это. И он говорит, что это было, в общем, очень тяжело для него, значит, участвовал вот этот адъютант его превосходительства, но не артист Юрий Соломин, а настоящий этот парень Павел Макаров, который, кстати, биография его на самом деле как раз начинается там, где кончается фильм. Он, значит, совершает побег вместе с охраной, забирает оружие и создает самый большой краснопартизанский отряд в Крыму, больше, чем у группы, посланной от разведу про Макроусовской, больше. И он, его назначают командиром отряда по борьбе с бандитизмом. Марк Донской, известный вам режиссер, один из классиков советского кино, экранизировавший вот трилогию Горького там и так далее, много чего, да. Такой Гуров, отец советской документалистики, учитель Рязанова и Юрия Озерова, да, лауреат двух сталинских премий, он тоже служил особистом в это время в Крыму. То есть там среди этих особистов очень много разных интересных и неоднозначных таких личностей. И еще раз говорю, в то время никто не ставил себе задачу полностью уничтожить вот население Крыма и каких 120 тысячах можно, где могилы массовые захоронения, их так и не нашли. То есть реально вот я считаю цифра 12, максимум 14 тысяч расстрелянных. Да, и еще учтите, ведь им был предъявлен ультиматум, они не сдались, но что дальше? Армия их сохранилась, она не была распущена и сохранила вооружение. То есть масса была поводов, чтобы с ними, значит, вот так расправиться. И не все из них, вот поверьте, невинные люди, не все. И, конечно, больше всех, я считаю, сделал помимо Мельгунова еще Шмелев. Замечательный писатель, безусловно, который сейчас даже в некоторые книжные попал, некоторые учебники по литературе. Но надо никогда не забывать, что это самый откровенный из всех русских писателей-коллаборационистов в годы Второй мировой войны. Самый откровенный и сто процентов. Он из-за этого своего сына просто помешался. То есть у него уже какая-то была патология по отношению к большевикам. Хорошо, большое спасибо, Александр Иванович. Пожалуйста, вопросы. Друзья, поднимайте, есть у нас вопросы? Да, прекрасно. Здравствуйте. Спасибо большое, в первую очередь, за интересную и познавательную лекцию. Вопрос такой. По поводу милов. Возвращаясь к крымской эпопее, хотел задать вопрос. Якобы был миг, что когда Крым в ноябре 2020 года освободили, осталось как раз несколько десятков тысяч белогвардейцев. И когда землячка была секретарем Крымского обкома, она прислала телеграмму Троцкому с предложением приехать в Крым. Что он ответил, что я тогда прибуду в Крым, когда на крымской земле не останется ни одного белогвардейца. После чего, якобы, землячка пошла выполнять этот самый красный террор, который ей приписывают. Ну, в том числе для того, чтобы, как мы уже поняли из вашей лекции, очернить государственного деятеля. Абсолютная лажа, абсолютно. Якобы было утоплено. Да, это везде, это много где упоминается. И в общем, да, как раз. И даже ей приписывают фразу, что нечего на них тратить патронов, топить их в море. Ну, я, значит, Кунгуров целый посвятил пост. Извините, просто я и не закончил. Да, да. И вот у меня как раз такой вопрос конкретный. Что это правда или частичная правда, высветанная из контекста, или вообще миф? И если миф, откуда он вообще пошел и кто его начал? Спасибо заранее за ответ. Да, вы знаете, настолько много людей это переписало себе, скопировало, что даже невозможно понять, кто первый начал. Но абсолютный миф, безусловно. И, как вы видите, офицеры там оставались все время. И там даже был случай, когда поймали участников карательного отряда и судили их в 25-м году, по-моему. Которые вешали людей там и все. Так им дали 40, их даже не расстрелили. И вот эти, которые угнали, это абсолютный миф. Землячка никогда не поддерживала Троцкого. Никогда. Он для нее был не авторитет. Но правда, она не была вот такая, знаете ли, безмозглая последовательница Ленина, которая вот раз и навсегда решила, что он всегда прав. Например, она участвовала в военной оппозиции. Вот. Вы помните, там Ворошилов, Сталинку немножко там сбоку отметился. То есть она вот имела всегда свои взгляды. Она на съездах дореволюционных выступала не всегда. В советское время это все замалчивалось. Но это было. То есть она имела свое мнение. Это не была вот такая фанатичка, которая молилась на Ленина и делала все, что он говорил. Но это, безусловно, она его очень любила, уважала и ценила. Подозрительная в этой легенде, подозрительная связка Троцкий-Землячка. Я думаю, что это тоже что-то черносоченное. Да, да, да. Потому что сомнительно, что она, в принципе, Троцкому вела такую переписку. Она же ему не подчинялась по партийной линии. Нет, нет, абсолютно нет. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Были ли в белом движении такие выдающиеся женщины, или белые были слишком консервативны? И насколько в энтузиазме землячки сыграла составляющая левой идеи в освобождении женщины? Да, конечно. Нет, в белом движении женщины были. Об этом много информации в интернете. Но какой-то руководящей роли они не играли. Там были какие-то там... Кстати говоря... Анна Таркова-Виллипс, например, очень интересная женщина. Ну, это, так сказать, политические фигуры, да. У них же не было, в общем, политоделов, комиссаров, поэтому... Да если бы даже и были, я не думаю, чтобы они женщин назначали. Безусловно, белые в отношении к женщинам проявляли большой консерватизм. В Красной Армии служило много женщин. И есть даже книжка такая, вот знаете, такая беленькая серия о наградах. Есть целая книжка о награжденных женщинах. Я даже удивился, когда посмотрел. Там и казачки есть красные, и кого только нет. И гораздо больше было, чем в белом движении. Ну, конечно, таких крупных фигур, как землячка, было немного. Все-таки немного. Но были. Были там, я забыл, Мациевская ее фамилия. Она командовала бронепоездом, погибла. То есть были в Красной Армии. В белом движении абсолютно не было. Абсолютно. И потом, знаете, вот то, что... Ведь один из нервов гражданской войны и революции – это борьба за освобождение женщин. Это вот крестьянский вопрос, рабочий вопрос, национальный вопрос, ну и женский вопрос. Один из главных вопросов. Об этом забывают. Забывают, а на самом деле зря. Это один из очень важных вопросов, по которому прошла линия разлома. И вот именно большевики сумели женщин повести за собой. Александр Иванович, а можно я вот спрошу, просто я зашла в интернет. Вы сейчас с таким огнем говорили о Розалии как о примере для подражания для молодежи. Но тем не менее, вот заходишь в интернет, тут, значит, Розалия землячка. Слабости красного демона, мечта мазохиста, чертова баба. Палачи из Кремлевской стены Розалия землячка. Розалия землячка – самая страшная женщина-палач в русской истории. И Розалия землячка – прабабушка Сергея Удальцова. Это миф очередной? Конечно, да. Это в Самаре какой-то местный деятель, там депутат придумал фотографии везде. Кстати, они абсолютно не похожи, ни грамма. И сравнивают их у Дальцов из какой-то тоже старореволюционной семьи. Но абсолютно никакого отношения к землячке не имеет. Можно пару слов, да? Я так понимаю, что это был, я помню, вот этот вброс этой байки. И вброс этой байки, он как раз был с большим таким шлейфом истории того, что Александр Иванович называет крымской эпопеей. То есть Удальцовы пытались демонизировать тем, что его там бабушка или прабабушка, она кровавая маньячка. Да, организатор красного террора. Вот, собственно, все для, ну не просто организатор красного террора, а организатор какой-то мясорубки бесконечной, да? Вот это. То есть это была попытка, да, это политтехнология с целью демонизации. Вы правильно сделали, посмотрели. Вот вы представите, столько грязи на человека, который ни малейшего участия в этом не принимал. А вот так бывает. Да, прожила 70 лет, да? А здесь речь идет о 20 днях, двух месяцах и 10 дней, да? И даже это нельзя, потому что по должности она не могла сказать Манцеву, ты давай там расстреливай побольше. Ну просто невозможно себе представить. В то время политотделы и вот партийные вот эти комитеты не занимались этим, просто не занимались. И она не могла, то есть ее, она даже если бы пришла бы и сказала, он бы сказал, я в вашем мнении не нуждаюсь. То есть Манцев был такой же старый большевик, как и она. Он был такой же авторитетный человек, как и она. И она это прекрасно знала. Он был начальником отдела фронта, она начальником политотдела всего лишь армии. То есть это просто, ну нет ни одного свидетельства, ни одной бумаги, ничего нету, чтобы это подтверждало. Опять же, вот это тройка, да, ревком. Балакун, Пятаков, землячка. Пятакова вообще нету в Крыму. Землячка не входит в ревком. То есть вранье немыслимое. То есть вот эти документы Сисона отдыхают. Я, кстати, хотел ставить по поводу Сисона одно замечание. Там, ну документы Сисона давно разоблачены, но там еще есть второй пол документов. Это так называемые документы Никитина. Это переписка между Петербургом, телеграфная, и Амстердамом по поводу лекарств, продажи лекарств. Никитин это начальник как раз контрразведки Петроградского военного округа, про который я вам рассказывал. Да, это как бы не профессиональный, а вот случайно оказавшийся и по блату родственников, попавший в 17-м году начальник контрразведки. И есть огромная, ну не огромная, а большая книга американского историка Саймона Лядреса, ну Семена, очевидно. И я в свое время, несколько лет назад, хотел ее издать. Она есть и на русском, но я думаю, ну хорошо бы ее издать. И я списался, уже не помню, созвонился с этим Лядресом. И что вы думаете? Он сказал, вы знаете, сейчас такие времена, я бы не хотел, чтобы о ней напоминали, чтобы... Вот представьте себе. То есть он ее написал, когда уже казалось, все, Россия слилась, да, и уже можно карты открыть и сказать, что вот не было ничего. А теперь другие времена, когда, значит, идет русофобская антироссийская кампания, и даже вот это лыка в строку. То есть надо говорить, что Ленин шпион, что документы настоящие. Вот интересный момент. Я тогда просто был поражен. Так она в интернете-то опубликована? В интернете лежит, выложена, да, но явно не им. Все наши историки все ссылаются на него. Да, да. Дорогие друзья, ну на этом мы заканчиваем наш увлекательный диалог. Большое спасибо Александру Ивановичу за очень обстоятельные доклады, за то, что последние три доклада у нас свелись в одну такую интересную трилогию с отсылками взаимными. Продолжение следует...